всем друзья привет вы на good play и эта игра о восхождении на гору она не простая пошаговая и у нас каждое движение очень важно и можем много раз погибать давайте начнем виду очень красивые прекрасные и всегда можем остановиться осмотреться и здесь куча интересных моментов что нужно отдыхать нужно жить надо пить надо рассчитывать каждый шаг по тропе сложности и прохождение то есть все здесь требуется и скиллы тоже важны и думаю для нас это не будет сложностью вместе с вами какую-то часть дайте и вы посмотрели для себя стоит ли она того для вас времени по игре вот ведь вы можете всегда посмотреть мне какой-то видеоролик первый взгляд и определиться хотя бы с каких-то минут стоит ли того или нет если же даже нет если вы не сразу поняли да за какое-то время то можно будет взять на два часа хотя бы купить ее и потом если она вам не понравится то продать над итак у нас три персонажа получается приключенец ученый и журналист каждого есть свои фишки есть определенные кулдауны что лишь и решил откаты идут где-то нужно что-то посмотреть что-то изучить как понимаем это из поискатель приключений слева у нас он как всегда в поиска какого-то чейнджа новых приключений так понимаю здесь у него идет минус затрат стоимости на все на любой местности плюс 2 температура движения три часа у него и колдова 24 часа так предоставляется палатка перемещение использовать ее можно будет также это перчатки минус 10 процентов энергии затрат меньше так у нас будет еда плюс 33 энергии это хороша это очень хорошо так ученый амбициозный ученый вы и вроде бы как у вас идет получается идет грань между безумием и гением но что дают орел орлиный глаз а у нас так как у нас есть как понимают бинокль мы можем на 150 про 150 процентов посмотреть по камере что у нас ожидает наверху также посмотреть какие-то приятные виды потом у нас есть 200 очков опыта ну что мы ученые дак у нас стенд есть и у нас есть это для восхождения перчатки более температурной температура 0 плюс 05 это хорошо итак у нас и журналист но это любитель он он уходит получается по определенным зонам путешествует и расследует разные ситуации и ему интересны скандалы вот эти вот он хочет их развеять так у нас получается он игнорирует разные погодные условия в течение четырех часов перчатки опять же 05 дают ага смотрите у нас у него есть перепады высот минус 15 процентов на восхождение у него есть трава которые минус один сердечко отнимает но здоровом если который может теряться как понимаю а у него горячий чай есть ты плюс 33 это интересно очень интересные здесь наборы как никак но мне больше идет как под ученого я бы выбрал и ученого и мы начинаем историю ученого и так у нас предыстории определенные есть у вас есть реляционная территория вы верите что существует не открытый источник электромагнитной энергии который может генерирует достаточной энергии что привести в действие весь мир эксперты высмеивают и отвергают вашу теорию как научную фантастику но ограниченность ваших коллег только подогревает ваше желание продолжит следование когда вы узнаете загадочном острове который по сути возник из воздуха вы видите свой шанс согласно вашим первоначальным расчетам условия массивных горном массиве идеально для электромагнитной горячей точки лучше всего изучение должно быть на пиках вам нужно будет масштабировать вершины и их рассматривать чтобы доказать свою теорию раз и навсегда и восстановить свою репутацию вот такая у нас ученого задача так сложность до получается но нормал да и вижу только одну один выход да да три горы у нас три горы есть нифига себе так так надо будет вершину горы покорить и доказать электромагнитную силу найти но давай начнем так сложности есть какие-то определенные сложности так первый маршрут густой воздух которую на этом маршруте свежий воздух и ясно минус есть шторм шторм бушают иногда и рога ураганы второй путь получается маршрут много открытий мы сможем сделать но здесь жуткие жуткие приведения да так здесь воздух 25 энергии к и венту минус движение да и 3 гора третий путь преобладает очень много камней будет и очень сложная местность энергия все будет уходить то есть принципе на камнях очень много и времени я наверное так но здесь рассудок будет здесь шторма в ухе будет именно погодные условия и здесь именно на мозг но у нас такого нету нас принципе одет по одежде по одежде именно на первый путь давайте наверное ну нам же интересно вот эти всякие феномены что-то еще давайте пойдем на по второму пути жалко конечно что она не на русском но будем рассматривать как это все будет работать так с тех пор как вы прибыли на остров вы знали что именно это то место которое вы так долго искали показания ваших инструментов зашкаливает даже у подножия горы кроме того затворческие коренные народы скрывают скрывают уже годами остатки таинственной необъятной силы существование острова и и слухов о станции на нем и разных ситуаций может ли быть это совпадением вы смотрите на вершину это будет долгое путешествие но вас вдохновляет мысль что вы возможно наконец найдете доказательства источника электромагнитных показаний которые вы так долго искали так 249 у нас опыта так здесь как раз информация нас как именно мы можем это сделать посмотреть вокруг себя левый правый правый отменить как понимаю да вот это все горы которые так какие-то опасные какие-то не очень так вот этот обычный камень все зависит от скилла это опасное место может все что угодно произойти опять же свой скиллы снег опасное может случиться что-то вот такие вот нужно будет обходить значит вот этот надо обходить каменистый и вот эти вот очень опасные видите они такой выглядят не очень приятно надо будет запомнить что именно такие вещи они опасны так это разные и которые нужно будет подойти отдохнуть согреться нам даст какой-то буст например так это наша жизнь где каждая это жизнь да это энергия это у нас получается здравомыслие глаз кислород температура тела и это опыт синяя полоска это опыт когда энергии нету критичен статус жизни да то есть возможно можно умереть здесь можно определить и дорогу а здесь да если жизни 0 достигает то все конец дороги лаву лап каждая происходит мы делаем выбор какой-то выбор скилла так солнце это хорошая погода это энергия стоимость будет возражена но увеличена холод так температурная температура тела будет увеличена потеря будет если вы будете так энергетическая стойкость увеличена окей а также будут некоторые определенные условия и некоторые выборы вставить вас перед условиями которые нужно именно сделать выбор сложные либо легкие а может быть вообще там выбор не будет либо ты и ногу сломаешь либо руку и так и поспать да это выставление энергии то есть выставляем палатку поспать отдохнуть и все окей и так покрутить вокруг мы вот так можем интересно ящик уже интересен здесь левую мышкой мы расставляем приоритеты и нам дать до вершин надо будет добраться смотрите вот там разум что-то разговаривать с кем-то надо давайте протестируем и начинаем двигаться а вот и вот то есть получается я от отменил его ход правой кнопкой все теперь ждем наша задача теперь ждать пока он сам это все сделает так энергия силы вот мы пришли что же мы взяли так рядом с лагерем стоит тент разорванный уже можно с ним как-то действовать и можно будет тщательно его обыскать это 5 4 времени быстро оглянуться и продолжать свой путь давайте попробуем осмотреть ее все-таки порыться и что там мы найдем мы нашли тент а вот плюс один тент а а 339 xp хорошо так это наш инвитарь то есть это не лишние доводит тент и level up а где и рюкзак и даже вот так да он две рюкзака что-то будем периодически на и находить так лава 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 у нас получается три вещи которые мы можем улучшать крутой альпинист специализируется по обмещению через плохую местность короче лучше получается для лазенья эксперт по готовке расходным материалом а когда вы например идите вы получаете какой-то разрывовое умыслие то есть башка не будет болеть это очень в принципе удобно для будущего движения на гору как потому что мы выбрали такое среднее что-то так и это уменьшение получается взрыва миссии давайте наверное возьмем скалолазание что побыстрее им у нас энергии меньше уходила да я выбираю мастерство данное окей закрываем и что нас интересует дальше а вот это вот общение мне тоже интересно что это такое нам придется потом все равно двигаться сюда и и потом сюда то есть здесь и вот так что-то за гора наверно отдыхать давай под как-то она будет так энергию вот вот показан теперь у нас энергия показывается вот она минус 23 3 расчет и минус 2 и 3 1 и 8 1 и 6 1 и 3 14 да это сумерно энергия ну интересно он 3 он как это он просчитывает когда это можно будет минус затраты такие энергетические он лазит он так где-то рядом мы слышим писк откуда-то и видим зайца прочь между скалами но он ранен что мы им делать убить его помощь но у нас нету травы минус и продолжить свое приключение я думаю нужно будет убить потому что он впереди нам поможет и и вы же не хотите чтоб заяц страдал но заяц словно чуя ваши планы пытается защищаться он поднимается поднимается вверх когда вы обнимаете его шею пальцами нажимаете чтобы сломать его позвоночник вы слышите трески заяц начинает дико дергаться и вы не знаете что делаете берете камень и разбиваете череп данному созданию кролику и разбиваете пока кровь не хлынет к вашим ногам и подергивание прекратилось и то есть получается мы потеряем взрывомыслие 9 и 1 и 331 экспы мы получим да не очень-то хорошее соотношение нам вот сюда бы потому что в других местах вот туда нам не надо там нечего ловить уже нам нужно двигать сюда а пошло то есть у нас 24 часа действует успешная энергия минус 40 энергия это нам дает наша скил тени 24 часов но зря наверно включил потому что причина того что мы сейчас его зря включили потому что здесь надо будем отдыхать здесь сюда поставить бы палатку разместить и нам отдохнуть мы на 4192 метра интересно я вхожу в пещеру и она сухая защищенная ветра задней части пещеры вы замечаете слабое мерцание света и выбор я ложусь спать я сижу за светом и я выхожу из пещеры давайте просмотрим за светом что это такое вы следите за светом и вы понимаете что это исходит от сотен светлячков это чудесно но здесь получается возвращение только к началу нашей пещеры надо поспать у нас кстати экспо упало и 4 к здоровому если это очень хорошо так вы уходите в начало пещеры здесь сухо и хорошо не защищено от ветра да надо поспать поспим так и у нас получается что у нас у нас спальник есть пищи пещере палаткой не нужно поймаю спать долго спать не но восстановится вот зелененькая видите плюс 24 а если долго это полностью 40 энергии прибавится 10 часов убавится у нас как то можно так ладно мы теряем получается 10 часов отсюда ну ладно спим окей время идет и мы где-то сейчас вечереет сейчас вечер ночь даже по что у нас половую лапу здесь какое-то что-то другое критические перепады не должно быть но мы мерзнем это плохо это плохо а альпинистский стиль да надо затрата меньше чтобы были затраты при лазине так ну мы пойдем зимой да точнее это будет ночью ну а что сделать если так идти надо будет здесь самое выгодное аккуратненько пусть идет спускается наш милкий друг у него есть одежка у него есть перчатки теплые не он вроде бы чувствует себя нормально двигается очень даже уверенно опять же там разум что то это надо смотреть все здесь не обойдешь получается посмотрим что здесь есть костер это интересно есть действующие костыщи которые борются со стихией это на этой горе но вокруг ни одной ни одной душе вы можете наблюдать за танцами огня перед лицом холода и это очень медитативно вы смотрите какое-то время на это и восстанавливать свои силы нужно выбрать или энергию восстанавливаете либо свое душевное состояние медитативное энергию нас в принципе можем установить а вот сложнее будет восстановить свой разум и я разум выбираю да хорошо для того чтобы нам дальше пойти нам нужно опять же двигаться но двигаться здесь придется нам все равно проходить этот участок и здесь какой-то вот день да здесь говорится типа день будет ой нет давай наверно вот так сделаем друг и пойдем там думаю без проблем у нас меньше энергии будет уходить уходить тем временем у нас уходит время 9 часов остается скалолазание навыка здесь уже снег о коза вот это да вот это вот это у нас поворота но мы же ученые только добравшись до плато вы замечаете человек из числа коренных и коренного населения он расслабляется и наслаждается едой в то время как его козы развятся вокруг него когда он замечает вас он подзывает вас к себе давайте подойдем пастух улыбается вам и делится своей едой вы благодарите его за щедрость классно спасибо большое минус получается еды мы нашли это трава лунный цветок минус 1 хп но зато 20 у нас к мозгу нашему да очень хорошо примем что поделаешь надо принять если не примем потеряем давайте наверно посмотрим что не наблюдаем здесь вот вот сюда сюда двигаемся 8 часов у нас есть еще здесь разные непонятные скалы которые опасные есть какие нет надо и там есть какой то для нас может возможно плюшка надо с собой взять и вот кстати там тоже есть интересно интересно потому что они нам возможно понадобится так чуть-чуть под замерзает да у нас вдруг холодновато посмотрим что мы найдем о мы найдем клетку прекрасно находите брезент и под брезентом вы находите большую клетку и наверно он для держания наверно барса и вы находите там кучки меха и как это войти войти в клетку не надо продолжить продолжить движение я бы хотел о здесь отдых есть или что-то такое ой здесь нифига здесь большое путешествие я думаю мы обойдемся без этого так а где здесь вот начинается сложности да у нас 5 часов есть для подъема вот как раз там какая то плюшка лежит будем двигаться время идет сейчас 10 часов утра вроде бы сложности никакой нету не вижу все нормально надеюсь у нас будет без каких-либо проблем энергию надо восстановить здесь это все поможет нам мастер своего дела 3 часа остается залезает вот ученый вот это у нас ученый ага нифига себе мостик вот это мостик так скалистый пейзаж и вы видите вращелину в данном месте которое через которое прилегает мостик деревянный с веревкой на уровне пояса и вы видите на другой стороне камень каменную глыбу неправильно правильного вида со светом наверху и что мы будем делать либо перейдем эту температуру либо продолжим свое переключение давайте наверное время 1.7 минус 4.2 да давайте двигаем вперед дерево трещит под вами под вашим весом когда вы ступаете на мост постепенно вы продвигаетесь вперед еще несколько шагов щелчок и тогда вы стоите на звездной земле вы сделали это вы смотрите вокруг видите каменный куб усыпанный кристаллами кварца отражающими свет красиво но бесполезно вы уже собираете отвернуться когда замечаете что-то в темной нише а палатка и плюс еще 353 экспы блин не лишнее понимаю палатка она расходуется интересно так нам нужно лоула посуществить да 3 выбора опять же восстановление нашего мозга ночной сон эксперт по местности больше опыта по геологии вот сейчас геология была как раз мы могли получить больше экспы а насчет здесь ночного а ночной арпенец по ночному лазению то есть мы больше получаем экспы ночью это это в принципе для нас что мы можем и спать а можем не спать давайте выберем ночную потому что все это геологическая фигня это все фигня так двигаем здесь в принципе нужно слазить да и двигать здесь вот там что то есть такое интересное и здесь тоже вот интересное что то есть ну давай двигай двигай очень интересная игра и очень прикольно прикольно мне очень понравился конечно долго разбирались с этим головняком и история но очень красивая и атмосферная так время у нас прошло нашего 8 минут все кулдаун на 24 часа получается да опять коза мы встречаем обыкновенного горного козла он покусывает некоторые травы подойдете к ним подружески я прогоню его и я мог бы ему дать но у меня нет еды там же ну вот получается железное консервы что-то еще и просто пройду мимо я ну опасно я думаю с горным козлом как-то что-то я продолжу дальше движение так сказать не очень-то приятно получить рогами по лицу вот эти вот опасное место убираем убираем ну выбирается нормальный такой так надо энергию нормально интересно интересно когда будет готова кулдаун отойдет от третьего перка который нам дал нам бы отдохнуть и потом с этим перком идти на 24 часа поход чтоб было легче намного 4 800 у нас движение получается на гору и вот как раз там отдых о как раз северное сияние а где она отображается где-то видно нет нам кстати в пещеру бы здесь опасно у нас энергии не хватит нам бы нам бы как бы заюзать да да можем заюзать ее долго как так температура но это плохо то что у нас нам бы какую-то местность такое а из сюда вот так давай здесь может быть закрыта будет из-за того что что и у нас меньше энергии затратится но у нас затрачивается энергия тепло конечно что из-за того что мы не доходим до сюда это плохо ну все мы до здесь дошли и давайте заюзаем заюзаем да заюзаем и будем долго спать у нас и тепло уходит смотрите а давайте вот так недолго спать энергии у нас наверное нет придется стать спать долго ну вот мы сейчас отлично ночь экспо у нас больше будет как раз давайте вот сюда додвинемся и там посмотрим сюда точнее мы не туда полезли сюда нам более ночные у нас экспо больше так ага здесь мы как раз можем поспать и долго спать блин а у нас смотрите у нас температура то не очень-то хорошо а как согреться меня это интересует нужен смотрите указывает то что тент не нужен но все равно но тепло то оно уходит ну спим странно конечно но здесь холодно очень холодно двигаться нам все равно придется туда друзья ну что давайте остановимся здесь я вам показал игру вы сами решайте как вам игра как повествование самое по себе и ваше решение покупать ее или не покупать интересно она вам или нет можете все равно попробовать если покупаете на два часа можете купить ее и потом возврат делать возврат осуществляется через сами знаете через библиотеку и именно поддержку там пишите по игре что хотите возврат если вам не понравится а так очень игра прикольная музыка приятная спокойная здесь умиротворительная и попробуйте пройти эту игру разные горы разные истории разные возможности чё бы нет выживание выживание друзья ну ладно на этом все всем оригато всем пока не болейте и этот видосик заслуживает свой лайкосик пока и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...